Всем привет! Вы на канале Да для всей семьи. Сегодня предлагаю рецепт изумительного салата с интересным сочетанием продуктов, который однозначно придется по вкусу любому мужчине, так как он не только вкусный, но еще и сытный. Первым делом нам нужно подготовить все ингредиенты для салата. Я натираю очищенный картофель на терке для корейской морковки. Заливаю прохладной водой, немного промываю. Нам нужно убрать лишний крахмал и промакиваю кухонным полотенцем. На хорошо разогретую сковороду наливаем растительное масло без запаха. Его должно быть столько, чтобы картофель был полностью погружен в растительное масло. Выкладываем картофель в два этапа. Немного перемешиваем и обжариваем до золотистого цвета. Так же поступаем с оставшейся частью картофеля. Во время жарки картофель обязательно слегка перемешивайте, чтобы он не слипся. Маленькую луковицу нарезаем мелким кубиком. Перекладываем в емкость и обдаем кипятком. Оставляем на минутку-две. Далее нужно промыть обязательно лук в проточной воде. Так уберем лишнюю горечь. Отварную говядину, здесь у меня 150 граммов, нарезаю вначале на длинные полоски, потом делю на брусочки. Еще нам потребуется 2 яйца, которые нужно терять на крупной терке. Из 70 граммов сыра любых сортов натираю тоже на крупной терке. Все ингредиенты подготовлены. У нас картофель, натертый сыр, натертые яйца. Еще нам потребуется одно большое зеленое яблоко, которое я буду уже очищать в процессе формирования салата. Лук, говядина отварная и майонез, а также посуда для формирования салата. У меня небольшие креманки. Первым слоем я выкладываю говядину, сверху лук. Далее майонез. Следующий слой будет, это слой натертого яблока. Желательно взять яблоко кислых сортов, вот такой, как у меня, Грэнни. Я его тру именно тогда, когда уже выкладываю слои, чтобы яблоко не потемнело. Его нужно еще сбрызнуть немного лимонным соком. Сверху майонез. Далее слой яиц. Яйца тоже немного сдабриваем майонезом, буквально чуть-чуть. Потом сыр. После сыра снова майонез. Здесь желательно сделать слой майонеза побольше, потому что это последний слой. А сверху выкладываем обжаренный картофель. Дайте салату настояться пару часов в холодильнике, а потом пробуйте. Сочетание говядины, сочного яблока и жареного картофеля придают ему пикантный и интересный вкус, которым хочется насладиться снова и снова. Однозначно рекомендую этот салат к приготовлению. Если нравится рецепт, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. А я вам говорю огромное спасибо за просмотр. Желаю хорошего настроения и здоровья. Всем пока, до новых встреч, до новых рецептов. Субтитры создавал DimaTorzok